приветствую вас на нашем военном канале сегодня мы подготовили для вас новый материал об высокоточной планирующей авиабомби нового поколения и gm-154 и со имеющий потенциал превращения в крылатую ракету прежде чем начать хочу напомнить как важны ваши лайки и подписка на канал и если еще не подписались сделайте это сейчас после просмотра поделитесь мнением в комментариях или просто оставьте плюс и gm-154 с это уникальный образец авиационного вооружения который сочетает в себе как технологии малозаметности так и высокую точность однако в отличие от привычных крылатых ракет и со не является ракетой это планирующая бомба с общей массой около 500 килограммов предназначенная для поражения целей на расстоянии до 130 километров когда сбрасывается с высоты именно эта гибкость позволяет и сопоражать противника не входя в зону действия его средств по одной из ключевых особенностей и и gm-154 с является ее устойчивость к помехам радиоэлектронной борьбы оборудованная инерциальной и спутниковой системой навигации бомба может корректировать свой полет даже в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия эта способность делает из особенно эффективной в современных боевых условиях где противник использует сложные системы рэп для минимизации заметности и с разработана с применением технологий стелс что снижает вероятность ее обнаружения и перехвата этот фактор также делает ее опасной для целей которые обычно защищены плотным огнем по существует несколько модификаций и и gm-154 каждая из которых имеет свои уникальные особенности версия и gm-154 и предназначена исключительно для ввс сша и оснащена кассетной боевой частью содержащий 145 суп боеприпасов белью 97 be cambrant effects bomb каждый из этих боеприпасов весит около полутора килограмм и обладает комбинированным кумулятивным и осколочным действием что делает их эффективными против техники живой силы и укрепленных позиций противника другой вариант и gm-154 c разработан для поражения особо защищенных объектов эта версия оснащена двухступенчатой боевой частью брочь весом двести двадцать пять килограммов которые способны пробивать прочные укрепления включая бункеры и другие защитные сооружения особенность и gm-154 в том что она не является крылатой ракетой и это делает ее применение более ограниченным по сравнению с дальнобойными джессом если говорить о вариантах передачи и со то наибольший интерес представляют две модификации кассетная и gm-154 и и версия и gm-154 c предназначенная для поражения защищенных объектов кассетные боеприпасы и и gm-154 и могли бы быть переданы только в том случае если бы они не были утилизированы ранее учитывая их запрет на использование в ряде стран версия и gm-154 c с двухступенчатой боевой частью брочь разработанные для проникновения через укрепление может объяснять их передачу для разрушения особо важных целей интересным остается и гипотетический сценарий при котором планирующая бомба и gm-154 и со может превратиться в крылатую ракету современные технологии и уже реализованные на практике решения показывают что такая трансформация вполне возможно если рассмотреть возможность установки дополнительного ракетного двигателя на и со то ее дальность могла бы превысить 500 километров что существенно бы расширило ее боевые возможности это сделало бы с и не просто планирующий бомбой а высокоточным и малозаметным оружием с возможностью поражать цели на больших расстояниях подобно крылатым ракетам такое решение уже применялось на практике в других системах вооружения и его реализация для и gm-154 могла бы значительно усилить воздушные силы способные действовать на больших расстояниях и поражать важные стратегические объекты противника без необходимости в непосредственной близости к зоне пво это гипотетическое развитие делается еще более универсальной и гибкой системой вооружений способны соответствовать современным требованиям ведения войны на дальних дистанциях спасибо за просмотр заходите на канал на котором вы сможете ознакомиться с множеством интересных материалов на военную тематику